Как вы знаете, у нас в программе кошки, которых мы предлагаем нашим зрителям. Сегодня их будет две, потому что моя гостья имеет титул «Красные пантеры» или имела. Ольга Кормухина сейчас сама об этом расскажет. Приветствую, прошу. Ольга, ну так кто и когда придумал вот это звание «Красные пантеры» и что осталось от «Красной пантеры»? Публика. Публика, да? Да. Потому что у меня был такой «Красный камзол», известный на всю страну. А, то есть это не имело отношение, что это Советский Союз, что вы рождены в СССР? Нет, у меня был «Красный камзол» и, как говорили, пластика пантеры. Ну, она и осталась, да, пластика осталась. Ну, да, «Красная пантера», да. Ну, а вы сильно считаете энергетически изменились вот с тех пор, когда вы носили это звание? То есть вот по каким ощущениям? Потому что ваше поведение на сцене, движение и пластика, которое вы упомянули, они остались теми же самыми. А это тот же самый человек? Вы знаете, я бы не говорила здесь об энергетических изменениях, я же не экстрасенс. Я нормальный человек. Вот. Но я думаю, что внутренний строй, конечно, поменялся. Вот. У меня появился камертон более правильный, на который я настраиваюсь. Угу. Вот. И, конечно, мотивации поменялись, и самоопределение поменялось. А репертуар? Вот, что касается репертуара. Если мы говорим про «Жан». Слава Богу, тогда я не позволяла себе того же, что не позволяю сейчас. Потому что, как говорится, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Но есть такие слова, действия которых предугадать возможно, негативные. Поэтому я их избегала тогда, избегая сейчас. Угу. Хорошо. Раз я уже упомянул кошек, то мы представим нашу сегодняшнюю красавицу. Правда, красавица. Реально красотка, да. Пандора. Пандора. Вот ее зовут Пандора, ей еще года нет, и мы найдем ей хозяев. Думаю. Она попадет на территорию любви. Территория любви так же называется, да? Да. Ваш концерт. Да. Прежде чем про концерт поговорим, я хотел узнать, у вас есть животное? Да, у меня кот. Кот? В Моте, да. Так, откуда он? Это подарок куплен? Это подарок был, да. Это был подарок такой совершенно удивительный. Подарок вам или Анатолии вашей дочери? Анатолии. Это подарили Анатолии. То есть был совместный подарок. Как бы подарили нам и передарили Анатолию. А, понятно. Так, да. Кто еще и на семьи 1 марта пойдет в Крокус на ваш концерт? Дочь пойдет? Все пойдут, конечно. Все-все? Да. Ну как, ну у вас же у брата, по-моему, 9 детей? 9 детей, да. И прям приведет всех? Ну, может, только самых маленьких, двух самых маленьких не повезут, а так они все, ну да, попробуй им откажи. Они же кормухины, они такие себе бойцы. А они кормухины, да? Кормухины, да. Вот это, кстати, интересно, я хотел спросить вот у вас. Вы не взяли, вы же... Я очень хотела взять фамилию Белова. Так. Очень хотела. Так. Ну, мне один мудрый человек сказал, говорит, ну, напиши на афише фамилию Ольги Кобелова. Все спросят, кто это. Нет, ну, можно было оставить как творческий псевдоним, а вообще это, вы ведь очень, на самом деле, я слышал, потому что я вам объясню, почему. Я слышал одно из ваших интервью, где вы говорили о том, какое значение вообще имеет имя для человека, что оно является в известной степени, ну, определяющим. Даже вы какую-то историю рассказывали, как нарекли ребенка одним именем, и он болел, потом его... Да, перенарекли. Перенарекли, и он стал выздоравливать. Посвятцем его. Вот, значит, и имя, псевдонимы, в том числе и сценички, они, наверное, имеют какую-то силу. Вы знаете, мой дедушка, у нас очень редкая фамилия, очень редкая. И дедушка мечтал, чтобы ее кто-нибудь прославил. Я вам честно скажу, у меня не было такой цели, но так получилось. Ну, как говорится, наверное, любовь к отеческим гробам, пусть дедушкина мечта живет и просветает. Вот, тем более, вот Леша, кстати, он был в первых рядах тех, кто был против. Алексей Белов, да, он был против того, чтобы я меняла фамилию. И он говорит, как бы тебя с этой фамилией узнали, и будет правильно, если так ты будешь жить. Ну, правильно, потому что он тоже человек из мира искусства, из шоу-бизнеса, человек сцены, который понимает, что такое бренд. Что Сила, что Кармухин, это как бы бренд. Это красная-красная пантера. А здесь какая-то Оля Белова. Кто такая, то есть начинать с самого начала. Не какая, это Оля Белова. А жена замечательного музыканта и человека, Алексея Белова. Как вы правильно правильно позиционируете. Для меня это честь. А ведь на самом деле у мужчины некоторые очень... То есть я понимаю, что ваш супруг к этому отнесся с пониманием и все правильно рассудил. Но часто мужчины хотят, чтобы женщина взяла его фамилию, тем самым как бы расписалась в том, что она жена. У вас же было до этого два брака. Ни один из ваших предыдущих супругов не настаивал на смене? Да нет, конечно. Почему конечно? Ну, во-первых, я тогда была такой девушкой. Которой нельзя было, да? Ну, настаивать на чем-то со мной было невозможно. Вот. И я вам честно скажу, Алексей, он вообще уникальный мужчина. Он настолько деликатен вот в этих наших отношениях мужчина-женщина. И в то же время у него есть потрясающая мужская составляющая силы. Именно мужской силы, внутренней. А знаете, в чем она проявляется? Иногда наступить на горло собственной песни, чтобы не давить на женщину. Мне, кто меня знает, те, кто знает меня давно, они говорят, что это очень изменилось. Те, кто близко знает, очень изменилось. Так вот, Леша первый человек в моей жизни, кто меня не ломал, не только не пытался ломать, менять. А даже когда я была недовольна с собой, я говорила, Леша, прости, у меня вот этот косяк тут. Я с собой недовольна. Он говорит, все прекрасно. А мне все нравится. И даже не думай. Все хорошо. А как он, допустим, может... Единственное, вот честно скажу, единственное, что он не приемлет, это ропот. Ну, когда, знаете, вот бывает, что-то не клеится в творчество, еще тут ребенок заболел, еще кто-то там где-то что-то себе позволил, не совсем благородный. Вот когда он наболел, он говорит, ну, сколько же можно? И всяк говорит, мышонок не ропщи. Евреям 40 лет Господь мотал по пустыне только за ропот. Они вечно были недовольны. Поэтому не повторяю ошибок. Вот. И вообще Алексей, он очень... У него какая-то очень нежная душа. Такая вот... В то же время сильная. Он очень сильный человек. Не сочетается с, опять же, жанром, в котором вы работаете. И он, и вы. Когда вы, я говорю, как к семью. Потому что рок-музыка, она как бы подразумевает такое вот нечто бунтарское. И, более того, репертуар, собственно, парка Горького, который ассоциируется с вашим супругом, это же тоже такое вот что-то с драйвом, такое вот что-то достаточно жесткое, напористое. Главное правильно выбрать, против чего бунтовать и с кем. Вот я давно поняла, что чем чаще ты бунтуешь против себя, против Каина в себе, чем чаще ты воюешь за Авеля в себе, тем меньше ты воюешь с другими. Хотя иногда и с другими приходится, за Каина, а вели воевать в них самих. И то, что касается вот нашего творчества и наших отношений, здесь такая вот бесконечность получается, взаимообразная. Наше творчество одухотворяет наши отношения, а наши отношения вносят какую-то красоту и гармонию в творчество. Наверное, поэтому он так действует на людей положительно, что мне часто пишут, что наше творчество выводит людей из глубокой депрессии бывает. даже как-то в семьях люди... Ну, люди же, знаете, как понравилась песня, лезут в интернет, нарываются на интервью, на разы начинают смотреть, слушать. И почему я пришла? Я не очень люблю ходить, разговаривать. Я хотела бы только петь. Не, не потому что даже это просто время, время. Время – это единственное, на что не хватит денег ни одному олигарху. И я скупая. То, что касается всего остального, я щедрый человек, но что касается времени, очень скупая. Поэтому, вы знаете, очень выборочно хожу. Вот к вам, да, как-то захотелось прийти. Вы знаете, мне очень везет на творческих людей. И порой даже люди, которые, может быть, не разделяют моих духовных каких-то воззрений. Вы имеете в виду православие? И не только православие. Ну, то есть, как бы мои маячки в творчестве даже. У меня есть определенные маячки и буйки, из-за которых заплывать ни в коем случае нельзя. Поподробнее можно про буйки? Что имеется в виду? Я уже об этом говорила. Вы говорили, я не понял. Это ведь речь шла про тексты, да? Обязательно. Ну, я, например, не могу петь песни про «Мы с тобой расстались», «Ой, да как же так случилось», «Ой, да как же мне это пережить-то?» У меня никогда такого в жизни не было. Я никогда, во-первых, не цеплялась за мужчин. И не то, чтобы я такая сердцеедка, знаете, как говорится, никогда не была ни леди бам, ни потаскуха, которая, знаете, потаскует, потаскует. Простите. Вот несет меня сегодня. Как-то не цеплялась я. У меня было что-то такое в жизни более важное, чем я готова была делиться с мужчиной. Но если ему это было интересно, то зачем? Неинтересно, то зачем? Надо, мне кажется, вот прекрасный этот лозунг, который я взяла себе, не помню даже откуда, главное в жизни – найти своих и успокоиться. Но это не значит, что надо стать таким, знаете, спокойным, бальяжным. Меня аж тармит, мама, не горюй. И когда там, ну, говорят, я нарываюсь в интернете, «Ничего себе, тетка в палтинник так зажигает». Ребята, ну мы же, елки-палки, ну когда же этот совок закончится? Ну в Америке никто не говорит, сколько тебе тёрнули лет. Все говорят, как она поёт. Понимаете, это полный дебилизм. Музыку нельзя смотреть, её надо слушать. Вы, кстати, называли нашей, как бы, Тиной Тёрнер, хотя мне кажется, что… Ну хорошо, никто не говорит, сколько лет Пресецкой, все говорят, обсуждают, как она танцует. Нет, хорошо, давайте про Тину Тёрнер. А мне всегда казалось, что, ну да, вот эта хрипотца такая, да, фирменная в голосе, ну совершенно пластик-то у вас, мне кажется, более женственная, чем у Тины Тёрнера. Я над этим работала. Почему? Ничего уж не изменилось, мне кажется. Когда мне со всех сторон кричали, вот, Тина Тёрнер, Тина Тёрнер. Я говорю, ну покажите, кто это? И когда я её увидела, у меня даже не похожесть голосов убила, а похожесть пластики. Это было жуть. Я думала, как это так? Я русская, да мозга костей, вот, то есть, ну, трусу. У неё всё-таки более, у неё какой-то такой вот это вот, может быть, это подсоциация simple as the best, конская такой какой-то, у вас более грациозная, вы пантера действительно. Ну она такая, а мне нравится она, мне нравится вот эта коняшка, ну классная она, коняшка классная она. Понимаете, она закусывает у дела. А я просто могу далеко отпрыгнуть. Понятно. Ну вы ведь ещё, если я правильно всё про вас понимаю, в школе были очень таким стравтивым ребёнком, который у дела закусывал и зажигал, как говорится. Ну не совсем так. Я была ребёнком, который вот, знаете, жил своей отдельной жизнью. совершенно отдельной. И всё, что этой жизни мешало, она очень сильно рисковала. Всем. Рисковала всем. И я честно тебе говорю, да, я возглавляла всех хит-парадов в школе. Лучших учеников, во-первых, хулиган. И вы знаете, нисколько об этом не жалею. Потому что хулиганство тоже бывает разным. Хулиганство, кнопочку учителю подложить, а есть другого хулиганства. Можно, допустим, вот мальчик нарисовал какое-то что-то не совсем приличное. Угу, так. И по очереди зовет всех девочек в классе обернуться. Ну и в лучшем случае там, дурак! Когда он позвал меня, причём так, очень неуверенно, и я увидела, я просто выждала две минуты, подняла руку, можно встать. Я даже не сказала, можно выйти. Я честно сказала, можно встать. Она, конечно, она просто посудит. Я встала, взяла учебник этой самой биологии и наварила ему прямо в голове. А сейчас можете по голове кого-нибудь наварить? Нет. А зачем? Ну, чтобы поставить на место. Как вы ставите людей на место? Всегда встречаются те люди, но нет необходимости в этом. Я больше отхожу. Если это публично, и если человек несёт ахинею, которая или же, с моей точки зрения, или ахинею, или в его словах есть богохольство, святотатство, я, конечно, отвечу. Я, конечно, отвечу. И самое главное, чтобы ты не заводился, когда оскорбляют или клевещут лично на тебя. Это такие подарки с неба. Потому что это высший пилотаж. Пережить вот это в себе. Причём не показано так улыбаться, знаете, а вот в себе пережить. А вот когда посягают на святые для меня, для многих вещи, тут я молчать, конечно, не буду. Потому что молчанием предаётся Бог. Ну, вот то, что любовь, допустим, святая вещь, никто из нас не сомневается. Территория любви, да, мы возвращаемся к концерту 1 марта. Это ведь в известной степени, да, семейное такое мероприятие, потому что... Нет. Нет. Разве там... Нет, вы правильно, в принципе, сказали. Просто у меня все, кто попадает вот в круг, они начинают считать себя семьёй. У меня даже в интернете обращается там «Привет, семья, люди». Понимаете? Им же никто это не внушал и не предлагал. Они сами почувствовали себя семьёй. Вот на этих фестивалях семья у нас растёт. Вот и творческая семья, и просто чисто человеческая семья. И это для меня уже не публика, и даже не аудитория. Это родные, близкие люди, которые как это сказать? Мы ведь русский народ соборный народ. Мне неинтересно ничего в одиночку. Мы не можем сесть, вот, знаете, съесть в одиночку что-то. Мы не можем в одиночку там, допустим, позволить кому-то в одиночку страдать. Мы обязательно приходим на помощь. Это заложено глубоко в генах. Это уже из нас не скоренить. И просто, почему территория любви? Просто я считаю, вернее, не я так считаю, а так получается, что любая территория, где появляемся мы, с музыкантами, с друзьями, и даже с оппонентами, она все равно превратится в территорию любви. И люди совсем другими выходят из концертного зала. Вот что меня больше всего греет, почему вот моя главная мотивация выходить на сцену. и я часто говорю, вы не мне аплодируете так, стоя, вы аплодируете себе, тому лучшему, что открыла нас музыка, поэзия, вот не сопливая, не о том, что надо, в принципе, переживать молча. И человек, у которого высокие мотивации, он и какие-то даже мелкие проблемы совершенно по-другому переносит, переживает и все равно одухотворяет мир вокруг себя. И не нужно стараться специально что-то делать, надо специально стараться делать что-то с собой. Тогда и внешне все изменится, и все вокруг станет территорией любви. Я люблю людей, которые смотрят трудные фильмы, читают трудные книги. А что вы называете трудным фильмом? Кстати, про фильмы я совершенно не могу, конечно, не упоминуть. Сейчас про Леофана спросите. Нет, нет, я спрошу про то, что я на самом деле хотела вас представить, заинтриговать публику как режиссера. Ой, вот только этого не надо, Жень, не издевайтесь ради бога. Ну почему? Ну вы же сертифицированный режиссер. Хорошо, но вы же получили соответствующую бумагу, так скажем. Дело в том, что я перфекционист. Так. И мы с Лешей много работали в кино, писали музыку для кино. Музыку для саундтреки, да. Вот. И если что-то ты хочешь делать хорошо, надо изучить этот процесс. Чтобы разговаривать с режиссером, я просто пошла изучить эту профессию. Режиссером невозможно стать, закончив даже самый крутой институт. И я согласна Старантино, который говорит, лучше потратить 60 тысяч на фильм, чем 6 на обучение. Понятно. То есть вы не хотите говорить про проеконную. Снимать кино, я поняла, что мне... Я не закрыла себе эту дорогу. На сегодняшний день я бы с радостью... Мне безумно нравится кино. Мне безумно нравится этот процесс. Я уже влюбилась, я уже заболела этим. Но мне бы очень хотелось быть вторым режиссером или помрежем. Да, у гениального режиссера. Это понятно. Потому что тут мне цены не будет. Понятно. Очень жаль, что у нас время уже... Прямо с вами интересно разговаривать. Вы знаете, это очень здорово, когда человек задает какие-то интересные и правильные вопросы. Все думают, вот, это такое, знаете... Вот сидит два человека. Один спрашивает, другой отвечает. Очень важно, что спрашивает. Недаром. Помните гениальности? Еще гениальнее слушает. Важно, что отвечает. И как слушает. И как слушает. Это очень важно. С некоторыми журналистами просто вот не идет разговор. Потому что, ну, видно, что человек вообще, он другой. Не хуже, нет. Он просто другой. Он в другом в чем-то. Мы куда-то совсем... Сперва я у вас удобрил режиссуру. Вы меня увели совсем... Да, мы все туда идем. Вы знаете? Потому что, во-первых, опять же, нам не дано подгадать, как наше слово зовется. А во-вторых, буква мертвит, а дух животворит. Он животворит все. Ведь дух дышит, где же хочет. В любом теме, в любых словах. Я не знаю, есть ли какой-то дух вот в этой игре, но буква здесь есть. Мы финишируем игрой в правду. Здесь буквы. Буквы сложены в вопросы. Я сразу говорю, что буквы-то наши все, а вопросы точно не мои. Поэтому, если какой-то вопрос вам не понравится, вы можете на него отвечать. Как это работает? Значит, вы наугад вынимаете фишечку из этого мешочка. Прям смело, да. Смело. Так что-то заковыряли. Так, и это желтая фишечка. Любую желтую карточку. Ну, давайте первую. Да. Я попалась. Ой, тик-тик-тик. Игра в правду. Неловкий вопрос. В детстве, чтобы научиться целоваться, вы пробовали целоваться с зеркалом, фруктами или рукой? Даже не стоял вопрос. Как-то, знаете, я миновала эту тему. Не тренировались, сразу перешли. Дело в том, что, во-первых, я не целовалась в детстве, а во-вторых, меня всегда интересовала внутренняя часть отношений. И в детстве меня немножко вот это вот телесное пугало. Да? Честно скажу, да. Сейчас не пугает? Ну, я даже не знаю, как вам ответить. У меня дочь. Не знаю. Да. Анатолия Алексеевна, да. Да, и честно скажу, 15 лет ей будет в этом году. Наша любовь, как Леша говорит, она как цветок. Раскрывается лепесток за лепестком, и, кстати, поцелуй, это как уход за растением, он тоже нужен, как полив. Вы поэт. Смотря какой это поцелуй, и кого. Так. Красное, любую красную. Красную. Выберите вы мне. Давайте, левая, вот первую попавшуюся. Угу. Читайте. Вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек. Вы знаете, партнер это о чем? По работе? Не знаю, я здесь каждый понимает по-своему. Ну, со скучными я не работаю, не получится. Я думаю, что это про Алексея, скорее всего. Ну, Алексей, мы не партнер. Это не партнер. Это мои, как сказать, это я. Помните, как у Пети Мамонова? Ага. О браке. Выточек. Смотрю в окно, вижу, по дорожке идет жена. Думаю, куда это я пошел? Ответила? Да, абсолютно. Да, и финальный. Снова красный. Сами выберите, или тоже? Да, уже тут один, два красный. Давайте, да. Нет, их много, просто один смотрит на вас. Любимый цвет. Расскажите о своем худшем свидании. Худшем свидании? Не было таких? Не было. Все, все свидания, Ольга. Я все превращаю в территорию любви. Территорию любви, да. Я просто, как это называют, я заразная бацилла, но я заражаю счастьем. Дело в том, что ученые даже доказали, вы знаете, Евгений, что оказывается, то, что мы смотрим, то есть то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, мы это все повторяем. Даже, как бы, я, когда училась в Гнесинке, для меня было открытие, когда болело горло, запрещали ходить даже на сальфеджио и на историю музыки, потому что связки работают все равно. Даже когда поют другие, связки работают. Поняли о чем, да? Да, да. Не знал это, кстати. То есть вот, да, единственное, что я себе не позволяю, это не по-честному на сцену уходить. Не по-честному, это значит в дурном настроении. Поэтому вот сегодня я даже попросила вас пять минут настроиться. И отлично получилось, кстати. Просто молитвы. Да. Книжка называется «24 кадра про женские истории». Здесь с вашими коллегами некоторыми. Собраны беседы в этой студии. А вам я напоминаю, что 1 марта в Кропусе вы можете попасть на территорию любви. Первый день весны. Это первый день весны, да. Все влюбляется. Да. И вы увидите там нашу прекрасную кошечку. Услышите, услышите. Не обидеться за кошечку. Да какая я уже кошечка? Какая же я уже кошечка? Ольга Кормухина. Кошечка всегда. Это пантера. Наша пантера. Спасибо вам, Ольга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok